...советник, генеральный директор и основатель компании «Личный капитал», автор 12 книг по личным финансам, в том числе и бестселлерам, миллионной очереди, правил богатства номер один и время инвестировать. Стоял в унистоках независимого финансового консульта России. Владимир Савинак! Спасибо, спасибо. Спасибо. Добрый день всем. Я перед началом презентации хочу ответить на вопрос, который меня на всех интересует, что будет с рынком. Этот форум в Реватмане проводится уже несколько лет, и я нашел такую закономерность и понимаю, что если вы на основании погоды этот форум, вы можете прогнозировать изменения рынка в следующем году. Если солнце, рынок будет расти, если дождь, то рынок будет падать. Если снег порос, то случится Михаил Хазин. Вы опоказали здесь, поэтому делайте его вводы. Сегодня что снег поросит? Мороз ездит, а снег нет. Ну, на самом деле, похоже. Меня зовут Владимир Савинок, я поросил о себе, я инвестиционный советник. С 2006 года работаю в моей компании «Ячный капитал в Москве». Самое главное, наверное, то, что я с 94-го года находился на фондовом рынке, я наступил уже на все грабли, которые были. Наверняка поэтому все, что я вам расскажу, как бы это вот, в моем мнении, основанное на моем собственном опыте. Может быть, еще осторожней, но на самом деле осторожность, она оправдана. Основатель школы Владимир Савинка, автор 11 книг. Вот пару книг, вот эту книгу можете привезти на нашем стенде. Там на чате есть «Ячный капитал. Время инвестировать». Одна осталась книга. Удивительно, что мы написали книгу еще очень хорошую, с моим партнером, с Юлией Сахаровской. И она уже была готова полностью к выходу партии этого года. Ну, не вышла, к сожалению, потому что надо уже все менять, все изменилось, условия для инвесторов изменились. Что изменилось в жизни российских инвесторов? Новое правило инвестирования, новое правило управления лично-финансами, резервный фонд. Надо его создать, либо увеличить. На самом деле, для меня было удивительно, когда я вижу клиентов, людей, у которых, я считал, резервный фонд точно может быть, они зарабатывают там от полмиллиона до трех миллионов долларов в год. И у них нет резервного фонда. У них есть недвижимость, бизнес, что-то еще. А резервного фонда, чтобы просто взять деньги, когда надо, нет. Это удивительно. Избавиться от незналичной валюты на счетах российских банков. Я об этом тоже давно говорю, с тех пор, как российские банки начали вводить ограничения на комиссии за то, что клиенты держат деньги. Либо выводите за рубеж в доллары и евро, либо конвертируйте в другие валюты. Юань уже себя немножко не продал, а вот гонконгский доллар, отлично, валюта, она вообще не упала, не падает в доллар, поэтому гонконгский доллар спутается нормально. Какие права инвесторам, которые, мои рекомендации инвесторам по работе в России, не покупать иностранные цены в бумаге? Я считаю, что все уже наступили за эти граммы, и не стоит снова наступать, даже если гонконг открыт, не стоит влезать через российского брокера и российские биржи на иностранные биржи. То есть иностранные бумаги только через зарубежных посредников. Либо зарубежный брокер, либо зарубежная страховая компания. Банки не очень хороши зарубежные. Не инвестировать в российские акции. Я понимаю, что тут будут возражения на самом деле, но сегодня слово самоинвестирование – это анализ объекта инвестирования, анализ бизнеса, акций, компаний. Как можно сегодня проанализировать российские компании? Сами компании знают свои будущие денежные потоки. Соответственно, мы не можем оценить, какова реальная стоимость для компании, как инвестор. Поэтому это на самом деле недолгосрочная инвестирование, хотя многие считают, что да, цены низкие, поэтому можно покупать. То же самое касается ВДО – высокотоконной администрации. Это касается российских и зарубежных. На фоне возможной рецессии, вот такие администрации являются рисковым инвестированием, наверняка будут банкротства. Вы можете купать на компанию, которая банкротится. И говоря о стратегиях, я выделяю три стратегии – активная, пассивная и… Догадайтесь, у меня есть традиционный доллар, железный сегодня. Большой. Кто назовел стратегию третью? Какая? Сбалансированная. Комбинированная. Нет, нет. Назовите так, как я ее назвал. Сбалансированная. Или вариант третья. Сбалансированная. Сбалансированная. Три и до людей на рынках – активный инвестор, пассивный инвестор и кто еще? Разумный. Неужели доллар останется сегодня? Нет, нет. Агрессивная. Ждущая. Тут подсказки нет, неужели, да? Жалко, что он не уйдет никуда. Осторожно. Активный, пассивный игрок. На самом деле, удивительно то, что многие люди, которые владеют ценными бумагами и акциями, они считаются инвесторами. Но большинство людей в России, во всяком случае, в рубежом, в эти два года открывали кучу счетов. Они называются инвесторами, но они игроки, они не инвесторы. Я поясню разницу. А как, кстати, вы думаете, кто вы инвестор или вы игрок? Кто игрок? Я и с вами. Вы? А инвестор? Есть пассивные здесь? А активные? Вот, поднимая трубку, но это точно не инвестор, пассивный. А активные инвесторы? Смотрите, да, я сейчас поясню все. Пассивные инвесторы, пассивные инвесторы тратят на вопрос инвестирования 1 час в год. Не вы, да? Инвестирует, сбалансированный инвестор на портфель. То есть он забрал в портфель и дали мне просто инвестировать, посмотрит, чтобы там дисбаланса не было. Инвестирует только в фонды. ИТФ, ИП, ИПИС, ничего другого. И инвестирует в ютублярное долгосрочное. То есть там 1 час в год. Вот у пассивных инвесторов. Прошли таблицы? И как успешно? А активная. А активная. Перешли на активная сейчас? Активная. Активная от 8 часов в год зависит от количества активов в портфеле. Это акции отдельные, это бизнес. То есть при покупке отдельных акций вы изучаете компанию, вы используете фундаментальный анализ. Вы понимаете, что вы покупаете. Компанию, которая, знаете, конкурентов, бизнес. То есть это реальный бизнес. Вот тогда вы инвестируете. Вот те люди, которые из вас, которые имеют акции в своем портфеле. Кто из вас знает, скажите, у кого есть акция в портфеле отдельная? А кто из вас фундаментальный конкурент? Немножко. То есть финансовая отчетность, конкурентов, да? Все изучите. Рассчитали о реальной стоимости акций. И они инвестируют недооцененные активы. То есть они покупают хорошо изученные акции, не по бизнесу. Ну а игрок – это акция, облигация, валюта. И они покупают просто по советам, по рекомендациям. Тех же аналитиков не понимают. Они даже отчет не знают и смотреть обычно. То есть акции Tesla, Moderna, то, что летит вверх, мы то и покупаем. Ну и короткие позиции. Я покажу пример своего портфеля в разделении на пассивные активные игровые. Я тоже игрок. Я тоже какой-то степени игрок. Я люблю этот финансовый. То есть активное инвестирование и игрок – это интересно, это весело. Это здорово. Но это опасно. И вот пример пассивных инвестиций против активной игровой. Амазок, вы знаете, да? Любимая компания всей. Это графики за пять лет. Амазок – верхний график. Видите, как он рос и упал. Это мета. Это стол нельзя пригласить, да? Ну, ладно. Пять лет. А вот это пассивное инвестирование по центру. Это индекс S&P 500. То есть вы, по сути, покупая индекс, ничего не делаете, но результат ваш не хуже, чем при покупке, скажем, этих двух акций. Если бы вы купили один Амазон, вы бы выиграли. А если бы одну мету, вы были бы глубоко внизу. А если бы вы купили то и другое, получается одно и то же. Вы, мая, там, пять лет, наблюдая за этими акциями, вы смотрите, что с ним происходит, нервничаете. А S&P 500 так просто работает и живет. Пример вот этой стратегии пассивная. Это вот мой эксперимент, который сделал для моей дочери. Это пример агрессивной пассивной стратегии. Я 19 лет инвестирую 100 долларов в месяц в индексный фонд S&P 500. И за эти 19 лет средняя такойность получилась 10% годовых. Хотя в 2009 году я был в минусе. То есть после 6 лет инвестирования я был в минусе. То есть пассивная стратегия, на самом деле, хорошо рекламируется, я тоже ее рекламирую. Она интересна, но активная стратегия, игровая, тоже интересна. Потому что все, вы молодые люди, вам хочется адреналина, вам хочется играть, даже мне хочется играть. Я покажу вам, что я играю. Мой профиль. Я на 85% инвестирую пассивно. То есть 85% капитала у меня инвестировано в портфель сбалансированный ETF. Это ETF. 10% активный. То есть я инвестирую в отдельные акции, которые я изучил, за которыми я наблюдаю постоянно. Каждый портал смотрю отчеты, каждый портал дивизирую и прочее. И на 5% игрок. Это те активы, которые я покупаю, потому что считаю почему-то, что вот это должно упасть, а это вырастить. Это просто как интуитивное, либо какой-то мой вывод на основании аналитики и прочее. Но это личный вывод. Может произойти все по-другому. Поэтому я рекомендую вам объединить свою долю. Пассивное, активное, игровое. Я вас уверяю, что 5% вот этого игрового участия меня вполне устраивает. Мне не нужно больше. И 10% активных инвестиций тоже вполне устраивает. Но я понимаю, что активное инвестирование и игра – это действительно очень серьезно. Там будут новые, большие минусы. Поэтому если риск капитал туда инвестировать, это крайне рискованно. Кстати, пример активного инвестирования – это яркий пример – это Ворон Бафф. Он активный инвестор. То есть он покупает отдельные акции, инвестирует. И не могу обойти, конечно, тему аналитиков. Пару слов о прогнозах. 220 прогнозов. Да, 220 прогнозов Международного валютного фонда. Отлично. За 15 лет. Журнал «Экоррис» подвел итоги. Журналисты прошли исследование. 220 прогнозов. Представляете? И ноль из них оказалось правдивой, реальной. Но это же Международный валютный фонд – это ведущие экономисты мира. Поэтому когда мы говорим о том, что вот аналитик в ВК, он умный парень, который скажет, что он сейчас покупает вот это, и это он окажется прав, вероятность какая? 50%. 50%, да. То есть вы можете монету бросить. А вот еще один пример недавно. Смотрите, в марте, в июне, в июне, в июне этого года аналитики, ну, мы шестом аналитики, скажем так, говорили, что в третьем квартале этого года прибыли компании вырастут на 8%. А в сентябре они скорректировались свои прогнозы на 0,7%. Всего за полгода их прогнозы сменились с 8% прибыли компании, рост прибыли компании до 0,7%. То есть вы в июне, так, послушали аналитики, говорите, о, круто, в третьем квартале будет рост, покупаю все подряд. А они говорят, извините, не получилось, да, 0,7%. Всего за полгода, это во сколько раз уменьшилось? Уменьшился их загноз, посчитайте. И вот я хочу вам рассказать об этом индикаторе, который все знают, все инвесторы, это отношение к ценам и прибылам. Это реальный индикатор баланса рынка и экономики на данный момент. То есть цена – это эмоциональная составляющая, это рынок. Рынок, который мы покупаем. Е – это прибыль. Прибыль компании – это реальная экономика. То есть реальная составляющая – это экономика. Она есть, какая есть. А вот это уже мы. Мы с вами инвесторы, которые толкаем рынок вверх и вверх. И вот я покажу вам те графики интересные. Смотрите. ВВП и индекс Доу Джонс. Это вот то же самое, что индикатор. ВВП – это экономика, индекс Доу Джонс – это рынок. За 10 лет вот эта вот черная линия – это рост ВВП в Америке. А синий, вот это прыгающее вокруг него – это, соответственно, рынок. Вот какой можно вывод сделать, если мы находимся вот здесь? Куда он дальше пойдет, рынок-то? Дофиг я узнал. Ну, смотри, на графики – это 25 лет. Тут уже меньше прыгает. Тут получается рынок все время ниже. Но вот здесь он получается догнал. По идее, вроде как бы опять люди должны уйти или куда, или вверх. Либо туда, либо туда. Но, видите, тренд-то сравнивается с ВВП. И за 50 лет тут вообще получается все время внизу, внизу. И дошел до ВВП, до графика. И что дальше? Низ или вверх? Да. Дело в том, что на этих данных, на самом деле, как-то аналитики делают свои прогнозы. Знаете, какие циклы Кондратьевы? Все знают, да? Вообще круто, когда мне говорят аналитики, что вот цикл Кондратьев 50 лет. Да, говорят о том, что мы где-то находимся вот здесь. 22-го года, наверное, на Питере. И, по идее, экономика будет уходить вниз. И что делать в этом случае? Ну, наверное, да, надо продавать. Если вы готовы инвестировать 50 лет. Потому что вот в этой точке, когда была экономика, вот этот цикл, рынки, если как сумасшедшие, там была доходность 15-20% в год. Все вот эти долгосрочные графики, долгосрочные вещи, аналитики и прочее, они интересны для теоретиков, совершенно бесполезны для инвесторов. Вы возьмете точку отсчета 10 лет – один график, 20 лет – другой график, 25 лет – 50 – совершенно другой график. Поэтому никто не знает время начала и окончания циклов экономических, рыночных и прочих. И вот этот индикатор ПИИ, считаю, лучше всего отражает на сегодняшний день состояние рынка и экономики. На него как-то стоит ориентироваться. И смотрите, как интересно получается с ним. Сейчас вообще у него среднее значение 16. Это индикатор фондового рынка США. Текущее значение 18. Вроде снизилось. Было около 31. Но обратите внимание, что минимум был когда-то 5, максимум 123. То есть это все эмоции. Вот эта часть, безусловно, это эмоциональная цена. И когда вы покупаете, скажем, со значением 16, думаете, так должно быть. Вот я сейчас куплю рынок, и будет нормально все. Вы должны понимать, что он может уйти до 5, опуститься ПИИ. То есть экономика будет расти, а рынок расти не будет. Такое бывает. Поэтому, опять же, подтверждаем то, что всякие всевозможные прогнозы, это, конечно, очень сложно и малореализуемо. Поэтому есть прогнозы, есть законы. И вот то, что упоминалось в прошлый раз, я отец сделал в 2020 году, это ступени событий после эмиссии. Что происходит после массовой эмиссии, которая была в 2020 году? Это уже закон, это не прогноз. Естественно, это рост экономики сначала. Потом идет рост инфляции. Это тоже неизбежно. После инфляции идет рост ставки. Вы знаете почему, да? Самый действенный инструмент борьбы с инфляцией – это ставка. Далее идет стагнация, рецессия и падение рынка. Это все этапы. Мы с вами прошли какие этапы? Вот эти три. Может быть, еще ставки не прошли, а начнет путь подниматься. То есть, да, что, скорее всего, ждет рецессия, скорее всего, и падение рынка. Хотя, повторю еще раз, все прогнозы, они, это такое дело, непредсказуемо. Поэтому, хотя я и считаю, что большую вероятность рецессия будет, она должна быть при таких ставках, при такой инфляции, но она может и не быть. И что делать, конечно же, инвестировать по плану. То есть, я считаю, только инвестируя вот так по плану, вы можете поймать дно рынка. Это главное цель любого инвестора – поймать дно рынка. Поймать рынок на самом деле. Как сделать план? На самом деле, инвестиционный план делается очень просто. И самый главный первый шаг обычно все пропускают. Вы сделаете структуру своего портфеля конечного, который вы хотите видеть. Какая доля акций, доля облигаций, доля золота, доля креша, недвижимости, как угодно. И вы к нему должны прийти, скажем, через 6, 8, 10 месяцев. Далее вы подбираете фонды для инвестирования. Я думаю, что тоже может быть трудов. Никакого не составить. Я покажу примеры далее. И, наконец, вы делаете план инвестирования по месяцам. Вы знаете, я настолько мне вот радуют эти планы. Я сейчас делаю клиентам планы, но я бы точно инвестирую по плану. Вот так выглядит. Я 15 октября сошелся и покупаю клиенту на 50 тысяч индексов, на 500, на 30 тысяч фонд государственных облигаций США. Далее 15 ноября точно так же сажусь, не глядя ни на какие новости, ни на какие прогнозы. Я покупаю на 40 тысяч недооцененные акции, на 30 тысяч фонд корпоративных акций. 15 декабря какие-то сделки. Это вот пассивное, простое инвестирование, которое я считаю, в любом случае, обгонит любого активного инвестора. Это пример структуры портфеля умеренного риска. Большинство инвесторов умеренное. То есть, кэш инвестируется 5%, держится в кэш 5%, 50% акций, 30% облигаций, 15% золота. Это пример. У вас может быть другой портфель, но вы должны иметь подобную структуру. И далее я покажу идеи, ну даже это не идеи, наверное, просто пример каких-то фондов акций. Это пример фондов акций для пассивных инвесторов. ИТФ, которые мы всегда используем. Это мировой рынок, есть мировой рынок акций, это S&P 500, это недооцененные акции, входящие в S&P 500. Эти фонды мы включаем в портфели, эти фонды я себе включаю в портфель. Облигации. Тоже тут разные облигации, тут фонды, но это все фонды, это для пассивного инвестирования. Я думаю, что вы знакомы с этими фондами. А вот это отдельно я хотел внимания уделить тем, кто хочет сейчас воспользоваться ситуацией. Сейчас, когда ставки выросли, на рынке появились интересные облигации с доходностью 5-4-5-6%. Я понимаю, что для многих доходность доллара низкая, но в чем плюс облигации вы знаете, да? Вы можете сегодня купить облигацию, скажем, вот, не знаю, Эквинор, это госгосударственная наличная компания, Статур, вы знаете, как вы, наверное, да? Государственная компания с рейсингом 2А. Покупаете ее до 30-го года и получаете 4,5% все время до погашения. То есть через два года американцы, возможно, справятся с инфляцией, инфляция упадет, и доходность на рынке будет 2-3%, а вы будете получать 4,5% до конца. Поэтому вот сейчас этой ситуацией пользуются наши клиенты и активно покупают облигации. Я тоже купил вот буквально в последние недели пару облигаций, зафиксировал доходность 5% на 6-7 лет. Поэтому я считаю, что вот это интересное предложение, но это уже активное инвестирование. То есть вы должны понимать компании, вы должны понимать их риски, чтобы покупать эти облигации. Вот активные инвестиции мои. Я держу вот такие компании у себя в портфеле. Это отдельные акции, за которыми я слежу и которые держу у себя в портфеле. Это не все, у меня еще больше есть. А вот это моя игра. Во что я играю? Я играю на понижение индекса из Назда. Это инвестированный фонд, который я купил, который растет, если индекс Назда падает. И я играю на понижение нефти. Вот эта борьба, цены на нефть совершенно непредсказуемы. Нефть вообще политический инструмент. Я считаю, что вот эти все усилия Запада по снижению нефти, цен на нефть, в мире они как бы возымеют успех, и нефть упадет еще ниже. Поэтому я купил такой фонд, который страниц плечом, причем этот фонд, очень рисковый. Когда нефть падает, мой фонд растет. И каждый день я вижу, что то плюс 5, то минус 5, вот так вот с ней спрыгает, и я смотрю на эту игру. Вот это играли инструменты мои. И вот в заключении, конечно же, самая главная фраза. А еще один слайд, уж прощение, я уже хотел заключение сделать. Российские фонды, российские акции и облигации. Я уже говорил, что я не рекомендую инвестировать в отдельные акции российские. Причину сказал. Но если вы хотите иметь эти акции в портфеле, лучше купить эти фонды. Это примеры фондов акций и фондов облигаций. БПИФы это. Это БПИФы. Я всем рекомендую забыть слово БПИФ в России, потому что это очень дорого, не фиктивно. А БПИФ это самый простой, самый доступный инструмент. Но БПИФы, даже БПИФы, которые инвестируют в иностранные бумаги, покупать не стоит. Только российские. И вот фонд золота. Мне нравится этот ВТБ. Если хотите золото купить, он интересен тем, что это реальный фонд золота ВТБ. И золото в конце в России. То есть тоже рисков замораживания нет. ВТБ хранит золото в России. Но из-за заключения фразы, обязательная фраза всех советников. Это все примеры. Я специально делал репрезентацию, чтобы потом имели, что дал мне те рекомендации. Я показал фонды, которые я использую, действительно им нравятся. Долгосрочно вы их используете. Мы уже 10 лет используем в своих портфелях. Акции постоянно меняются. Но в целом получается, что пассивный долгосрочный портфель, конечно же, обыграет. Поэтому вы решите для себя, насколько вы хотите стать активным инвестором, пассивным инвестором и игроком. Да, слышно? Сейчас вы покупаете, а вы продаете? Нет, не фиксирую. Сейчас, секунду, вопрос. Всегда нужно повторять, потому что мы слышали только его мы. Вы всегда только покупаете или так, и так вы скамулируете? Вы только покупаете как инструмент или продаете и фиксируете прибыль? Я в активном инвестиции, да, я это продаю, фиксирую прибыль. И в игре есть. Игра, это естественно, это понятно. Пассивный? Нет, я не продаю. Вы хотите строиться своей? Я думаю, это уже лично может быть какого-то. Да, это лично на самом деле все зависит от стратегии. Я консервативный инвестор. У меня много консервативных, поэтому я не буду говорить о доходности, она низкая. Я могу сказать, что мои активные инвестиции, вот я точно знаю, то, что я люблю. Искать акции, выбирать, находить, инвестировать. Они отгоняют индекс, ну, может быть, на 1-1,5% за долгое время, за долгое время. У меня были шикарные покупки акций, и были такие шикарные неудачи, когда все провалилось. Поэтому это вот как Амазон и Меда. Купили две акции, понимаете, что вы получили то же самое, что и индекс, да, и все. Это вот реально такое вот... Ну, мне это интересно, поэтому я этим занимаюсь. Я думаю, что вы тоже занимаетесь этим интересом. Но 8-5% это вот такой вот, как вы говорите, я покупаю, пополняю, все, больше ничего не делаю. Ну, у нас, к сожалению, нет времени на полноценную сессию вопрос-ответ, потому что очень плотное расписание. Помните, с утра Сергей сказал 44 спикера. Давайте поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.